День Испанской нации отмечают в Мадриде. По традиции в честь праздника проходит военный парад с участием 4000 военнослужащих. Руководит им король Филипп VI. На церемонии присутствуют королева Летисия, глава правительства и другие высокопоставленные чиновники. В параде участвуют 150 наземных транспортных средств и 84 самолёта. Торжество сопровождается поднятием государственного флага и оружейным салютом. Испанский флаг также развернули в небе парашютисты. Король Филипп VI ранее служил в Вооружённых силах Испании. Он получил звание подполковника сухопутных войск ВВС и капитана 2-го ранга военно-морского флота. Также у него есть квалификация пилота вертолёта. Перед вступлением на престол король стал генерал-капитаном армии ВВС и флота. Национальный праздник в Испании отмечается ежегодно 12 октября, в день открытия Америки. Христофор Колумб достиг новых земель в 1492 году. Через 400 лет королева-регент Испании Мария Кристина Австрийская в честь этого события учредила праздник. Со временем он стал национальным, а в 1987 году был утверждён законом. ЕС предложил предоставить Боснии и Горцеговине статус кандидата на вступление в блок. Сараева сделала шаг в сторону Евросоюза. Однако прежде чем начнётся долгий процесс переговоров, статус должны утвердить 27 стран-членов. «Ветер перемен снова дует в Европе. Нужно воспользоваться моментом и поддержать этот импульс. Западные Балканы входят в нашу семью, и мы должны заявить об этом очень чётко». Впрочем, как говорят в ЕС, до этого Босния и Герцеговина должны победить коррупцию и провести реформы, чтобы соответствовать стандартам и ценностям блока. При этом в стране по-прежнему сильны сепаратистские настроения. Подобное сложное наследие после выхода из Югославии имеют и другие страны региона, ждущие в приёмной ЕС. Босния и Герцеговина станут седьмой страной, которая дожидается одобрения своей заявки на вступление в блок. Дольше всех ждёт Турция. Она подала запрос ещё в 1999 году. Однако с ней переговорный процесс пока заморожен. Древнеримскую мозаику обнаружили в Сирии. Она находится между двумя жилыми домами в городе Эр-Растан. Размеры мозаики – 20 на 6 метров. Археологи считают, что она украшала пол в холле древнего здания. «В этом холле находится мозаичное панно, на котором изображены две сцены. На главное сражение амазонок, которое упоминается в Илиаде Гомера. На второй изображён Посейдон». Учёные узнали о мозаике из социальных сетей. Её сняли на видео военные. Несмотря на боевые действия, археологический памятник не пострадал. Исследователи планируют продолжать раскопки. По их мнению, мозаика большая и уходит в подсоседние дома. Сирийская цивилизация зародилась в IV веке до н.э. Более двух тысяч лет назад Сирию завоевала Римская империя. Страна также побывала под властью египтян, арамеев, ассирийцев, персов, древних македонцев и других народов. «Британцы Том и его мама Кэтрин годами страдают от лишнего веса. Они испробовали десятки диет, но результат никогда не был долгосрочным». «Я много чего пробовал, но никогда не получал результат, которым был бы доволен. Я терял 5-10 килограммов, но спустя пару месяцев после того, как я прекращал диету, вес возвращался». Теперь же Том с мамой стали участниками клинических испытаний новой хирургической процедуры, которую придумали в Имперском колледже Лондона. Главная цель вмешательства – блокировать гормоны, которые отвечают за чувство голода. Они называются грелин и вырабатываются в верхней части желудка. Врачи надеются, что если этих гормонов будет меньше, то можно будет контролировать аппетит. Но для этого не нужно делать обычную операцию. Достаточно лишь вставить иглу в руку. Через неё по кровяным каналам врачи добираются до желудка пациента. «Я могу перемещаться по естественным автомагистралям тела, артериям или венам и добираться до мест по очень узким проходам, иногда всего миллиметр в ширину. Мы можем добраться до мест, которые иначе были бы недоступны». При этом во время операции пациент остаётся в сознании, а после начинается проверка результатов. Том не единственный, кому провели такую процедуру. Однако в то время, как одним ввели реальный препарат для блокировки гормонов, для других это было всего лишь плацебо. Теперь врачи должны удостовериться, что метод действительно работает. До настоящего времени единственным способом искусственно блокировать у людей с ожирением чувства голода была бариатрическая хирургия. Это ряд операций по изменению формы желудка. Врачи повышают давление в его верхней части, что приводит к ощущению сытости. Данные показывают, что в Великобритании в такой операции есть потребность у 2 миллионов 300 тысяч человек. Неинвазивный метод стал бы более безболезненной альтернативой. Однако результаты тестов ещё нужно подтвердить. А Тому остаётся лишь ждать, что метод позволит ему навсегда избавиться от лишних килограммов. Время и смерть для этих людей, так сказать, поставили на паузу. По крайней мере, они так надеялись перед тем, как уйти в мир иной. Теперь их тела хранят в специальных камерах в жидком азоте. «Это отсек для ухода за пациентами Алькор. Здесь хранятся все наши пациенты. Сегодня это 199 человек плюс почти 100 домашних животных». Все пациенты американской компании Алькор клинически мертвы и криозы консервированы. И у всех при жизни были неизлечимые болезни. Согласно плану, в будущем появятся методы, чтобы их оживить и излечить. «Вместо того, чтобы просто избавляться от пациента, отдайте его нам. Мы стабилизируем его, остановим ухудшение его состояния и будем хранить до тех пор, пока технологии не достигнут того уровня, чтобы вернуться и продолжать жить». Среди тех, кто находится в камере Алькор – легендарный бейсболист Тед Уильямс. Он умер в 2002 году в возрасте 83 лет от болезни сердца. Ещё один – Хел Фини. Это учёный-компьютерщик, известный тем, что получил первую биткоин-транзакцию. Он умер в 2014 году в 58 лет от осложнений бокового амиотрофического склероза. А вот среди будущих пациентов может оказаться Пэрис Хилтон. Она уже записалась на криоконсервацию. Сама процедура проводится после того, как человека официально объявили мёртвым. Его помещают в ванну, где подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а также вводят лекарства для защиты от повреждения клеток. «Пациент не сможет вернуться в сознание. Мы также останавливаем свёртывание крови. То же самое делают, когда кто-то жертвует свои органы. То, что человек официально объявлен мёртвым, не означает, что само тело мертво. Почти всё оно ещё живое». Технически тела не замораживают, а остекловывают. Так происходит при минус 110 градусах. Впрочем, скептиков этой технологии больше, чем тех, кто в неё верит. «Единственные люди, которых воодушевляет эта идея – это специалисты, которые изучают отдалённое будущее, а также те, кто заинтересован в том, чтобы вы им заплатили». Сама компания не даёт никаких обещаний или гарантий. Зато берёт за криоконсервацию всего тела – 200 тысяч долларов, а только мозга – 80 тысяч. Ещё 10 лет назад собака в квартире была редким явлением в Египте. В мусульманской религии эти животные считаются нечистыми. Но сейчас отношение к ним меняется, и египтяне всё чаще заводят собак. Вместе с этим актуальнее становятся услуги ветеринаров. Египетский стартап помогает владельцам собак связываться с квалифицированными специалистами. Пользу получают и те, и другие. Ветеринарам не надо искать клиентов, а хозяева питомцев могут без опаски доверять ветврачам. «Я сам ветеринар, и у меня были домашние питомцы. Я понимаю трудности ветеринаров, которым не найти новых клиентов, а также владельцев собак, которым не найти хорошего ветврача. Даже если они находят его, то не всегда уверены в его компетентности». У жительницы Каира Мариам две собаки. При этом из-за плотного рабочего графика у неё мало свободного времени. «Мне всегда нужен простой и быстрый способ найти надёжного ветеринара, который может осмотреть моих питомцев дома, на их территории. Мне также нужно, чтобы кто-нибудь напомнил мне о вакцинации и любых других процедурах, необходимых животным». Стартап обслуживает 12 тысяч собак в Египте и ещё 26 тысяч в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. С компанией сотрудничают 400 ветеринаров. В Египте также открывается всё больше зоомагазинов, которые торгуют импортными кормами. Кроме того, появляются салоны, предлагающие комплекс услуг по уходу за домашними животными. Собак в основном заводят состоятельные египтяне, причём выбирают породистых. «Это отражает желание богатых египтян подчеркнуть свой социальный статус и выделиться в обществе, подражая западному образу жизни». По мнению специалистов, отношение египтян к собакам меняется под влиянием фильмов, в которых главные герои владеют домашними питомцами. Также они видят в интернете информацию об известных личностях, у которых есть собаки. Кроме того, в последнее время некоторые мусульманские религиозные деятели выступают за то, чтобы не считать этих животных плохими. По данным Египетской ассоциации собаководства, в 2016 году было зарегистрировано 2000 владельцев собак. К 2019-му их стало 860 тыс. Этот сотрудник зоопарка в Сан-Франциско постоянно собирает ветки эвкалипта в городских парках или просто на улицах. Он заготавливает пищу для коал. В зоопарке их две. Каждая за день съедает до килограмма эвкалиптовых листьев. При этом животные выбирают только самые молодые. В них больше питательных веществ. «Куалы едят только эвкалипт. Это единственная строка в их меню. Но многие не знают, откуда они получают воду. Листья эвкалиптов содержат от 40 до 70 процентов воды. Здоровой коале этого достаточно, и можно не пить». Раньше зоопарк закупал замороженные эвкалиптовые листья. Но доставка стоит дорого. Поэтому решили обеспечивать питомцев собственными силами. На руку сыграло то, что в Сан-Франциско растёт эвкалипт. Это инвазивные растения завезли сюда в XIX веке мигранты-австралийцы. Ежегодно сотрудники зоопарка заготавливают 60 тонн эвкалиптовых веток. Скоро здесь появится третья коала, и растительности потребуется больше. А это калифорнийский город Окленд. Местные рабочие обрезают ветки акации. Это тоже инвазивный вид. Однако и от него есть польза – ветки идут на корм жирафам. «В дикой природе жирафы съедают примерно 35 килограммов пищи в день. Они проходят десятки километров, расходуя много энергии. Поэтому им нужно много еды. Мы обращаемся за помощью к людям». В зоопарке в Окленде пять жирафов и у всех отличный аппетит. На корм не хватает денег. Поэтому зоопарк опирается на помощь людей. Она стала особенно важной во время пандемии, когда доходов от посещений не было. Это видео с июльского разгона протеста в Китае стало вирусным. Тогда около тысячи человек собрались у отделения Центрального банка Китая в Чжэньчжоу. Люди требовали объяснить, почему лишились доступа к своим сбережениям в результате скандала с банковским мошенничеством. По словам свидетелей, неизвестные мужчины в штатском напали на недовольных клиентов в банка и затащили их в автобусы. Подобные протесты против политики государства – редкость для Китая. Но в последнее время они происходят всё чаще. При этом сейчас особенно чувствительное время. Уже скоро состоится съезд Компартии, на котором должны выбрать нового лидера. Ожидается, что Си Цзиньпина изберут на третий срок. Этот предприниматель держал в банке более 400 тысяч долларов. «Невероятно. Я вложил деньги в банк, одобренный государством. Теперь я не могу их забрать, и это на меня очень повлияло. Скоро придётся продавать квартиру, потому что денег нет. Чтобы были еда и крыша над головой, придётся продавать недвижимость. Мой мир рушится». Другой вкладчик Лай Цзиньмин говорит, что за 10 лет накопил 600 тысяч долларов. Эти деньги хотел потратить на образование детей и обеспечить пожилых родителей. Но сейчас они недоступны в банке в провинции Ханань. «Я буду выходить, чтобы прожить остаток жизни в безопасности. В противном случае без этих денег остаток моей жизни может быть хуже смерти». От ипотечных забастовок до протестов против коронавирусных мер. Китайцы всё чаще выходят на улицы. Так в прошлом и позапрошлом годах протестовали обманутые инвесторы застройщика China Evergrand Group. С тех пор, как в 2021 году разразился долговой кризис в сфере недвижимости, тысячи покупателей жилья оказались в аналогичном затруднительном положении. Застройщики обанкротились, либо отказались доделывать проекты. Некоторые покупатели жилья переехали в свои недостроенные квартиры и живут с неокрашенными стенами, дырами вместо электрических розеток и отсутствием газа и водопровода. Так хотят вынудить застройщиков завершить проекты. Эксперты считают, что недовольство людей может вылиться в масштабный всплеск, особенно если власти не изменят своей политики.